Река в очередной раз сменила пейзажи по своим берегам, теперь часто встречаются скальные обрывы. Из речки центральной части России она местами пытается походить на горную. Таймень, большой, да. Пошел, пошел туда. Сережа, удача копится. Все хорошо, я же говорю, моя рыба впереди. Под затени фрикцион. Большой, килограмм на 10. Мой, там у меня горбуша прицепилась. Серег, у меня батарейки на 3 минуты. Серег, ты подходи туда. Таймень. Внешне сахалинский таймень сильно отличается от того, что водится на материке. Кроме того, сахалинский может скатываться в море, а потом снова заходить в пресную воду. Но он также занесен в красную книгу и его следует отпускать, в отличие от остальных лососей, которых можно ловить по лицензии. Схит. Давай, сюда. Схит. Оп. Ха-ха-ха! 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 Так тут, может, и больше, чем 15. Офигеть! Так, быстро все фотографируются и отпускаем. Офигеть! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Такая сработала. Сработала самая непрезентабельная. Белессонка твоя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Спокойно. Давай, не тягиваем! Давай, давай, не тягиваем петли. Под ногами трупы. Он же в таком тони еще в крови видел. Аж гурьянка под нами. все в сторону клади спиннинг быстренько и забываем вытащи астографируйся не надо в сетке сереж давай живую сразу понесешь отпускать вот он бесит только за жабры не бери а можно взвесить побольше без меня сейчас это жабры ему порвешь на фоне реки давай иди выходи на фоне реки вот они фотокорреспонденты отлично давай беги в воду все да на фоне реки идея тебя вот здесь и солнышко лучше смотри смотрим ну-ка и на меня повернись как было нормально вот так все не синий 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 а то он может уже дышать хочется показать не бойся не бойся тот прошлый раз не поверили что мы отпускаем а мы не такие вы пути были темные и хвост был малиновый а здесь такой о пошел вот он вот он пошел ну спасибо круто вот такие лысые без леса сопки здесь называют гольцы на одну из них мы с егором и андреем решили подняться посмотреть на всю эту сахалинскую красоту сверху кстати почти все склоны усыпаны созревшей брусникой и как раз ее начинает есть медведь после того как проходит горбуша а а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, подожди, родной... Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сорвется вся эта особь и следующие Не сможет Давай Хорошо течет, да? Мощней Надеюсь, вкусно чай будет о да и не только чай овощный суп сегодня котлеты потроху стоянка номер какой-то у нас три что ли 4 у нас была первая до старта первая была до старта потом где были алкачи алкачи были на адам 2 мы тут давай лучше вот здесь на песочке зато нам близко идти спать это же не я ты помнишь ты пел такой чеснок и только а я вам стол да я вообще никакие не вытаскиваю пожалуйста присядьте что вы решили, где какер сделать? где в том? мое жилище, самое маленькое мы чистили только для щи нет, вон в тарелке лежат у меня, в зеленой я не для щи, а для всех я чистил просто потом меня перебили люди приезжают чисто покушать икры гормушачьи, вкусные, хорошие икры очень ценные, хорошие икры ну, сопутствующие обстоятельства это медведи, конечно, они постоянно здесь а сейчас их мало? сейчас их нет практически кижуч идет, а медведей нет о, ягоды, вон, посмотри сколько ягод мы с медведевым за полчаса набрали в брусника вот он сейчас, видишь, медведь на бруснике Дима Комфот обещал нет, этих он нет Дима Комфот Дим, снимай, вот это вот один ломоть мне, да? это одна рыба а нет, два хвоста два хвоста и кусочек рыбы ни чешуи, ни хвоста ну что же, давайте снимайте пробу попробуйте, как бы, вашего обрызгали лагерь уксусом вот она, бутылочка валяется в интернете, и не только, ходит такое поверье что медведя отпугивает запах уксуса уж не знаю, насколько это действует на медведя но, совершив этот обряд перед сном, скажу честно на меня действует, спится спокойнее и глубже причем, именно в эту ночь, прямо перед палатками что-то прошло по реке слышали многие, но вставать и смотреть никто не пошел а вот и утро доброе я говорю, доброе утро доброе утро, страна как ночь прошла? очередные сборы, очередной переход очередная рыбалка ночь как прошла, спокойно? ночь спокойно прошла, да медведи не беспокоились сегодня? нет, нет, сны были тревожные но, собственно, лагерь спал лагерь спал и никто, собственно, не беспокоил стрельбы не было такое ощущение, что все привыкают это первая ночь была тревожная к бульканью, к шагам ночным по лагерю все хорошо они такие серенькие конечно, они все в хвостах выводы, выводы а вот это папаша или мамаша сидит внизу с белым хвостом а вот второй семейное право с белым хвостом с белым хвостом сейчас красивые часы но вчера тоже красивые были и вот дальше яблок нет сколько рыбки только примерно на третий день мы более-менее стали разбираться, где стоит Кижич вот типичное место с одной стороны галечный пляж а с другой стенка то есть скала, уходящая в воду именно у стенки он и стоит далее по сплаву обнаружив такое место мы обязательно облавливали его и всегда были с уловом а еще вот по таким прыжкам Кижич тоже себя выдает Серег, тянешь? да, да и ты тянешь? да, я же буду ну-ка смотри, смотри, смотри смотри, смотри, смотри красивый а у тебя где? вот он да, у тебя небольшой у Сереги крупный смотри какой цвет, смотри да, среди дохлой рыбы да, вытягивай его сейчас он на меня домотается акулу эту ох, какая красота да, смотри хорош, хорош, хорош вот такой вот такой мощь какая ну все, занимайся Кижуча часто называют серебряным лососем у него темно-синяя или зеленоватая спинка с серебристыми боками и светлым животом рыба проводит в океане треть своей жизни при переходе в пресную воду во время нереста тело рыбы приобретает темную красновато-бордовую окраску по бокам у нерестовых самцов развивается изогнутая крючковатая морда и увеличиваются зубы почти все представители тихоокеанского лосося в том числе и Кижуч и Горбуша после нереста погибают это Кижуч Сахалинский Кижуч Сахалинский Кижуч Сахалинский под тем деревом ну пойдем пройдем гибкие давайте вот это дерево обойдем я прям по центру дерева сейчас пойду ну что делаем то я не могу сильнее я уже сильно спиннинги еще да не ты так правым он сказал ты не правый ни хера да в команде вот сюда вот давай вот она а где широкое место там да среди встречали вы все четыре давай тут лагерь говорит вот тут нашли так лагерь вот здесь вот или там а кто это здесь яму раскопал а друг у него здесь лежит что то он придет но следов то медведя не вот какой то след вот следы медведя вот вот следы медведя вот это старое а я радуюсь ну какой сегодня след то старый так дождь был свежие следы вот тут вот царь он более менее следы такие неплохие то есть здесь дима должен наконец-то встретить тут вы увидите своего медведя наконец-то вы его увидите компот свежая кучка свежая и не маленькая конкретно ну ты чё вот смотри моя нога вот ну да вот моя нога вот его лапа вот тот может посчитать сантиметра пятка да лагерь номер пять на этом лагере много следов медвежьих ночь будет беспокойная зала нормально котлеты делают восемь человек восемь одновременно надо здесь положить доску однозначно где она вон у егора егор он не может отдать доски он не может она работает ну дайте другую доску какую-нибудь все все отлично лучок идет кусочек сальца добавить вы с салом то не ошибитесь вы да не надо много сала ладно хотя бы там чуть-чуть чтобы было что вы готовите так это что здесь было котлетки а из красной рыбы да ладно из разной из разной а что значит из разной из красной а что то он не закрывается немножко выдавили а это кто за охранник чоповец какой-то подожди вот здесь вот здесь поле вот около этой палатки там уже были нет тут я живу если что а что вы льете такой приманку какую-то это уксус от манка обратите внимание какие-то кто-то сколько здесь какой здесь мощная струя прошла фуууууу fila запах то какой подожди тут уже не надо . на меня разворачиваемся смотри 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 ну что он творил а это периметр Ты снимаешь это все, да? Периметр безопасности. Понятно. Пойдем другой периметр нарисуем. Это что, у вас туалет? Мне рисуй вот здесь. Подожди, вот здесь рисую. Ночью зарядил дождь, и все оставшиеся дни нас поливало. Спиннинг отводим? Да. Забери, а то кончик этот. Фриксон чуть подкрути. Давай-давай, выводи. Назад отойди лучше. Проще лезть. О, хороший какой-то. Коса одна, коса вторая. Где мне сейчас, покажи, сравнение. Ну, это вот 2 километра по этому, по прямой. Да хуё. Глубины на реке небольшие, в основном по колено. Но если веслом удавалось промерить глубину до полутора метров, то с большой долей вероятности там стоял таймень. Глубины на реке. 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 Таймень 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 Все понял. Сейчас я тебя подниму. Вот, пошел, 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 пошел. Как-то ты оторвал. Давай, давай, лови, лови. Руками, руками. Что это было? Ну, это был опять. Это был таймень. Это был таймень? Да, это был таймень. Владимир вот тебе сказал, не форсируй. Таймень хитрая рыба, в отличие от кунжи и кижучи. Лагерь номер пять или шесть. На видео, по-моему, плохо видно. Но сюда идет буря. Целый день мы провели под дождем. И сейчас дождь будет продолжаться. Он добыл огонь. Осталось его сохранить, да? Все было совершенно мокрое. И если бы не домашняя заготовка Андрея, огонь бы мы добывали с большим трудом. А так, ватный диск, смоченный в парафине, очень нас выручал. Рецептов в ютубе полно. Не буду тут рассказывать. Можете посмотреть. Но штука реально рабочая. О, получилось-то всего лишь. Давайте еще дорежу капусту. Егорка, а ты руки помыл? Да, обязательно. Потому что это... А мне помыл? Не дави на него вот так вот телом, а дави пальцем на него вот так. О, мотор, мотор, работай. Давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Наше приключение подошло к концу. Я не могу сказать, что я полностью понял, что такое Сахалин. Что-то он нам открыл, возможно, что-то приберег для следующего путешествия. Так что, скорее всего, когда-то мы сюда еще вернемся.